в Армении и мы ему с удовольствием говорим доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение? Настроение после нашего проявления общего духа в Карабахской новой войне, я думаю, что должно быть радостное. Тем более, что сегодня еще и праздник у нас. Так что я рассматриваю эти два события как основание для того, чтобы у нас было радостное настроение. Отлично. Господин Григориан, мы всем тем гостям, которые приходят к нам в последние несколько дней, задаем практически одни и те же вопросы, потому что тема такая. Тяжело сейчас говорить о чем-то другом. Да, и поэтому давайте первый вопрос такой. Какова была ваша реакция на то, что произошло? Первое. Ожидали ли вы это или не ожидали? И какие выводы из этого можно сделать? Теоретически ожидания, конечно, были, но они не имели конкретной локализации во времени. Есть абстрактная возможность ожидания и есть конкретные даты, конкретные представления. Конечно, не было этих конкретных, что именно в этот день и в этот час начнется хорошо организованная атака внезапного блицкрига, который достаточно хорошо описан в учебниках. И этим, видимо, руководствовались те инструктора из некоторых наших «дружественных» стран, которые готовили азербайджанскую армию. И этот блицкриг показал, с одной стороны, намерение азербайджанской стороны как-то быстро сыграть на этом и попытаться добиться какой-то победы, хоть маленькой, хоть легкой и так далее. Тем не менее, они не ожидали, что победа окажется столь, так сказать, мизерной, если иметь в виду 200 или 300 метров. Да, и этого уже нет. И этого даже, да. Если даже иметь это, и наш президент правильно сказал, что за каждый метр, ну, с хорошей долей иронии во встрече с послами, да? Да, да, да. Да, что каждый, за каждый метр они заплатили такое-то количество убитых и показал всю абсурдность вот этого... Этой попытки. Этой попытки. Абсурдность. Перебивая нашего гостя, скажу, что Анжела Лебегова, очень крупный специалист по Азербайджану, вот, написала интересную такую заметочку. В азербайджанском медиаполе трижды поменялась риторика относительно того, кто первый начал. Сначала все в едином порыве признали, что инициатором наступления была азербайджанская сторона. В этом фактически признался и посол Азербайджан в России Полат Бюльбюл-Оглы, а помощник президента Али Гасанов и помощник президента Али Гасанов. Потом все резко ушли с сухой отказ после заявления Алиева о том, что это была провокация армян. И после этого, видимо, кому-то настучали по кумполу. И теперь пошла третья война. Третья волна, да. Неважно, кто начал. Но, слава богу, есть интернет, есть скриншоты, да. Да, ничего скрыть невозможно уже. Можно восстановить хронику событий и увидеть, как, что и почему. А вот американская организация, Stratfor, если не ошибаюсь, она называется, да. Вот они предрекли... У меня вообще непонятно. Это что, такая разведывательная организация? Это аналитическая организация. Аналитическая организация. 28 марта, то есть, уже у них были данные. Ну, а еще раньше они в начале года сказали, что в первом квартале этого года, то бишь приблизительно вот в эти сроки, как и случилось, Азербайджан начнет активные действия. И там дали какие-то свои версии. Вот какова ваша версия? Почему они начали это именно сейчас? Ну, во-первых, насчет Stratford, я скажу, что там работают профессионалы. На стороне ли они России или против нее, на стороне ли Армении, это не имеет значения. То есть, чисто профессионально я слезу за этими публикациями, и они всегда меня, как вам сказать, с профессиональной точки зрения удовлетворяют. Поэтому, если говорить о том, что они сумели предсказать, то это не исключено, что у них и была информация тайная. Но тот анализ, который они обычно делают, он достаточно серьезен, чтобы обращать на это. Вот наши бы аналитики дошли бы до такого уровня расклада. Дай бог, есть чему учиться. Теперь, что касается именно этого времени, то здесь масса обстоятельств. Я думаю, что эти обстоятельства связаны, уже было много рассказано, я полностью принимаю эти версии, что это связано с кризисом в Азербайджане экономическим, с падением цен на нефть, внутренним напряжением социальных проблем, когда надо было как-то оправдаться за те колоссальные средства, которые были вложены в вооружение. Скажем, если всегда Азербайджан говорил, что у них многократное преимущество, что у них военный бюджет равен всему бюджету Армении, что у них самая, так сказать, якобы боеспособная армия и так далее, и так далее, и так далее. И при всем при том, что под это огромные деньги тратились. И сколько воровалось, это уже не имеет значения для нас. Для нас важно то, что на самом деле они делали колоссальные закупки вооружений, и в этом смысле мы не можем с ними тратиться на этом шабаше, так сказать, кидания денег бюджетных на вооружение. Единственное, что мы можем, конечно, противопоставить, это наше качество нашей армии, боевой дух наших солдат, умение, так сказать, сопротивляться. И, конечно, некоторый необходимый уровень, может быть, асимметричный уровень техники и технологий, которые все же необходимы. Я очень высоко ценю дух трехсот спартанцев или нашу аварарскую битву, которая происходила в пятом веке. Но не надо забывать, что оба эти героических события закончились поражением. Поэтому здесь мы должны, с одной стороны, конечно, держать голову высоко, поскольку у нас такие герои. И проснулся наш общий дух, геманшафт немцы это называют, общий дух, который просыпается. И это очень важно для армян, которые, вообще-то, индивидуалисты по своей природе. И вдруг за этой, так сказать, скорлупой индивидуализма вдруг пробивается общий национальный дух. Понимаете, когда люди вдруг с песнями и так далее едут воевать. Уже люди не молодые, да, вот добровольцы и так далее, и так далее. Это поразительная вещь, которая, к сожалению, просыпается лишь в острые моменты. В отличие от немцев, у которых это рационально расписано и в обыденной жизни. Ну, просто мы не очень рациональны и по ментальности. Немецкая ментальность, да, она, вот этот общий дух, пытается расписать в будничной повседневной жизни. Ну что, я предлагаю уйти сейчас на рекламную паузу. После рекламы мы вернемся в студию и продолжим наш интересный разговор с Генрихом Григорианом, профессором, членом правления Ассоциации политологов Армении. Поговорим как раз о том, почему дух людей или нации проявляется именно в такие моменты. А вот в мирное время мы, к сожалению, не можем этим похвастаться. Да, это интересный вопрос, который касается каждого из нас. И вот того, о чем писал Карен Кучарян, кстати, утром. Доброе утро. Доброе. Заговаривались мы во время рекламы. Итак, продолжаем беседу с Генрихом Григорианом, человеком, который разбирается в человеческих душах. Это очень важно. Итак, вот такой интересный вопрос. Почему же вот этот самый дух, который объединяет и объединил нашу нацию, он вот дремлет в мирное время? Что происходит с людьми, когда, ну, вроде бы все хорошо или нет? С одной стороны, это можно считать естественным процессом. Потому что когда острая ситуация, человек мобилизуется. Мобилизуется один человек, если берем в индивидуальном плане. Но здесь мы имеем поразительное явление вот такого массового проявления вот этого, вот то, что называется национальным духом, общим духом, да? Философия Гемайншафт. У Гегеля есть, у Канта есть и так далее. Это понятие совершенно важно. Скажем, на футбольной игре. Скажем, в футбольной игре есть великолепные индивидуальные футболисты. Но часто команда не получается. В Германии, например, своими индивидуальностями не блистает. У них нет Месси, у них нет Рональду и так далее. Но когда она играет в футбол, этот общий дух, организация общей игры, вот чувство общего взаимопонимания, я не знаю, кому как, например, многим нравится, когда голы забывают. А мне нравится взаимопонимание в футболе. А взаимопонимание держится на том, что вот хотя мы каждая индивидуальность, но мы друг друга как бы без слов понимаем. Понимаете? Я считаю то самым... Вот эта эстетика взаимопонимания для меня самое главное в футболе. Может быть, даже важнее, чем когда забивают голы. Вот когда я вижу эти ситуации, то же самое можно в социологическом плане моделировать ситуацию на общество, на общественную жизнь. Когда возникает острая ситуация, армяне как бы просыпаются от литургического сна. И они забывают о своих индивидуальных эгоистических интересах, где они большие грасьмейстеры после евреев, наверное. Да? Да. И они забывают о том, что вот сегодня надо заработать еще деньги и завтра этого обмануть, третьего переиграть и так далее. И они все забывают и идут на героические поступки. Вот это просыпание, вот это прорыв трансцендентности индивидуального как раз и является признаком самосознания данного народа. Насколько у него все-таки остается эта возможность проснуться как с точки зрения действия общего духа, родины. Вот это понимание, я вам скажу, с точки зрения даже философов, номиналистов, понятия родины, отчизны, государства, это абстрактные понятия, это просто слова, которые можно произносить, но ничего за этим не чувствовать. А те люди, которые вот с радостью садились в автобусе добровольцами, для них это не абстрактное понятие, а это нечто живое, ощутимое. То есть это не абстрактная логическая какая-то конструкция, родина, которую механически столько раз повторяет, что забывает ее смысл. А это то, что индивид уже реально чувствует, как если бы верующий чувствовал существование Бога, независимо от того, какие бы доказательства приводили, атеистические линии, ему совсем надо лампочки. Вот это чувство для него настолько самодостоверно для верующего, причем чем менее образован он, у него тем эта вера самодостаточна. Как только он начинает читать книжки, рационализировать, у него начинается сомнение, аналитика начинает разогреваться, аналитика, синтетика, в образовании и так далее, все рациональное мышление у него поднимается, а это первичная, вот эта живая интуиция самодостоверности, трансцендентного, она уже, она теряется. Но при этом говорить о том, что у нас это так, не совсем правильно, потому что вот мы сегодня говорили, как из военкомата выдворяли кандидата экономических наук, потому что он пытался дать взятку, чтобы его отправили на передовую. То есть, да. По привычке. У нас... Вы знаете, я хотел бы другую аналогию сейчас связать, более важную. Я помню, когда у Ирана обострились отношения с Соединенным Штатами Америки в один период. Иранский... Достаточно долгий. Иранский, это Ахмеджан, бывший, бывший пример. Да, да, да. Он сказал, вы знаете, у нас очередь, около 4-40 тысяч шахидов, которые готовы свою жизнь пожертвовать. Да, да. 40 тысяч человек встали в очередь, а я подумал, у них, наверное, взятки платят за то, чтобы встать в очередь за смертниками. Такая потребность участвовать в этом деле. То есть, эта вера, причем, что интересно, что эта вера, она вот так. Иначе ничем не объяснить, почему шахид идет, так легко расстается с жизнью. Потому что он считает, что смерти нет. А почему смерти нет? Потому что он верующий. Для верующего человека смерти нет. Смерть – это лишь этап перехода из одного состояния в другое. Но древнегреческие философы это иначе говорили. И, скажем, как говорит древний философ, там, где мы есть, там смерти нет. А там, где смерть есть, там нас уже нет. Да. Ну, в общем-то, правильно. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что в острой ситуации мобилизация происходит. В данном случае мобилизация всего народа. Да. Но говорить о том, что состояние нашей жизни повседневной – это не острая ситуация, тоже не приходится. Мы сейчас живем в очень сложное время. Социально-экономическое. Да, мы каждый день боремся с тем, чтобы пытаться нормально жить. Но каждый борется за себя. Да. Вот почему здесь не происходит вот этого единения и решения вопроса? Вы знаете, вы задали хороший вопрос. Но в нем есть одна глубокая философская ошибка. Ошибка умозаключения по аналогии. То есть вы переводите вопрос в другую аналогию. Скажем, повседневная жизнь очень тяжелая. Коррупция, социальное положение. Много чего, да. И просто сколько хотите, можем продолжать эту линию. С другой стороны, мы сравниваем военные ситуации. То есть аналогия, мы обобщаем одну, один тип аналогии, один тип событий переносим. В другой. В другой. Здесь другая ситуация. Все-таки в мирное время существует некоторый элемент, как вам сказать, мещанского удовлетворения спокойствием. Хотя острота есть, экономическая и так далее, и так далее. Но степень, так сказать, борьбы с этими социальными язвами, да, нашего общества, она не достигает того же самого уровня, который по аналогии мы говорим насчет военных событий. Потому что военные события, это реально. Ты теряешь от... Убьют твоих родителей, уничтожают твоих детей, уничтожают... Понимаете, это совсем другое. Другой... Перспектива глубины чувства, глубины интуиции. В отличие от социальных, мы думаем, сегодня воруют, завтра их когда-нибудь уберут, наконец, да, когда-нибудь очистят. Да, мы надеемся на это. Надеемся, да. А тут, на самом деле, совсем другое. А тут уже вопрос жизни и смерти непосредственно стоит. Вот тут можно провести аналогию из физики, да, когда электроны перепрыгивают с одного уровня на другой, и для того, чтобы перепрыгнуть, нужен скачок энергии как раз. Без этого никак не получится. Но это вот как из свинца можно сделать золото. На самом деле, можно сделать из свинца золото, но для этого потребуется так много энергии, так много затрат, что это... Игра не стоит свечи. Да, но и тем не менее, вот во время войны, когда что-то происходит на внешних границах, когда каждый индивидуум начинает понимать, что опасность грозит не только, собственно говоря, ему, его семье, вот всему, что тебя окружает, привычному укладу жизни, и тогда вот народ объединяется. Скажите, пожалуйста, происходит ли то же самое в Азербайджане? Вы этим интересовались или нет? Или там совсем другое? Вы знаете, в Азербайджане это происходит, но все дело в том, на каком уровне. Например, вы знаете, что вот в мирное время азербайджанцы очень покладистый народ, как и турки. Я помню, когда здесь торговали на рынках вот турки, самые покладистые они были, то есть самые жесткие грузины, даже армяне, которые торговали здесь на рынках. То есть с азербайджанцами было легко договорить? С азербайджанцами легко торговать, легко говорить, но когда наступает час икс, в них этот звериный инстинкт, их геманшафт наступает на зверином инстинкте, когда надо резать кровь и так далее. Они опьяняются. В этот момент, понимаете, вот культура нации определяется тем, как в этот момент реализуется этот общий инстинкт. Он может реализоваться, общий инстинкт национальный, на уровне звериного отношения к чужому народу, как это бывает с армянам. Они очень уважали армян в мирное время и даже зависели от них, потому что от них там были учителя, да, в Турции во время геноцида, там были учителя, которых учили. Банки, интеллигенции, врачи. И к ним очень хорошо относились и уважали. Но когда национальный дух просыпается на уровне низкого уровня нации, то он актуализируется в звериные инстинкты, когда надо уничтожить, отрезать голову офицеру. Даже натовская, казалось бы, натовская конференция, да, в Венгрии, в Будапеште, когда нашему офицеру зарубил топором. Фактически что? И дали ему звание. Это еще не так страшно. Страшно то, что потом, через 6 лет ему дали звание героя. Это означает, что Алиев подписался своей рукой, что они отставшие, нация отставших духов. Я одобряю. Господин Григорьев, а с чем это связано? Это что, генофонд? Это ментальность? Отставшие духи. Только отставший народ может вот такого мерзавца, который убивает на натовской конференции, где все коллеги обсуждают общий вопрос. Да, враги. Понятно, что воюет Армения и Азербайджан. И он ночью подкрадывается, топором убивает. И за это ему дают героя. Это значит, что Алиев подписывается собственной рукой, что несмотря на то, что он был профессором ГИМО, но он относится к звереподобной, низкой, отставшей, отставшей, как вам сказать, отставшей духе. Отставшей в каком аспекте? В цивилизационном. В культурно-цивилизационном. В религиозном, может быть. Да, в культурно-цивилизационном и вообще в духовном. В духовном смысле. А это значит и в культурно-цивилизованном. Как может давать звание героя, которое совершило мерзкое, примитивное преступление? Понимаете? Которое перечеркивает вообще человеческую цивилизацию. Перечеркивает всю ценность человеческого существования. И профессор ГИМО дает звание героя. Понимаете? Ну, исходя из этого, такой вот неутешительный вывод напрашивается, что договариваться и договориться с ними по конкретному статусу. Я не говорю о торговле там чем-то и так далее. А по конкретному вопросу, по вопросу статуса Нагорного Карабаха практически неважно. Вы знаете, в чем дело? Или только с позицией силы. Одна из отличительных черт нижних, отставших духов заключается в том, что они не умеют общаться по горизонтали. Они либо подчиняются, как рабы, либо командуют, как господа. Договор, это... На равных, да. Да, это демократическая процедура, предполагает горизонтальное отношение к партнеру. У них нет. Они либо рабы, подчиняющиеся, либо господа, которые труд... Понимаете, вот этого уровня собственного демократии... Вот много говорят. Демократия стала пустым понятием. Потому что оно... Его аналитика не раскрывается и не переживается ценность. А ценность демократии, например, в коммуникации, в том, чтобы вы как партнеры были бы в горизонтальном отношении. Они смотрели друг на друга либо сверху, либо снизу. Есть много людей и у нас, между прочим, которые такого же типа. Отдельной личностью встречаются и у нас, когда либо любят командовать, либо подчиняться. Они не принимают равные отношения. Это рабская психология. А если он на равных, он считает, что нет. Он уже унижен. Он либо раб, либо господин. Ну, вообще, об этом говорят лучше всего пословицы, наверное. Грецкая поговорка гласит, что если турок говорит о мире, значит, будет война. Армяне говорят, имеешь дело с турком, не выпуская палку из рук. А сирийцы говорят, дьявол имеет много обличий, главная из которых турецкая, сербы говорят, строят люди, рушат турки. Румыны говорят, что петух не снесет яйца, а турок не станет человеком. Браво. Вы знаете, в этих пословицах больше мудрости, чем в головах некоторых профессоров философии. Ну, да, да. Поэтому я с удовольствием прослушал все эти высказывания. Действительно, аккумулирована народная мудрость в этих коротких пословицах. Если суметь вот глубину смысла почувствовать, то вы увидите, что каждая из них целая книга философская. Каждый вот такой краткий афоризм. Ну, так как быть в этой ситуации? Теперь, исходя из ваших тезисов, нам придется или бить их до победного конца, и заставить подчиниться, или же быть подчиненными. Другого выхода из этой ситуации нет. Вы очень хорошо это формулируете. И сидя в нашем уютном зале радиостанции ВАН, конечно, это очень легко, логически, четко, или я согласен с вами. Но дело в том, что жизнь гораздо богаче и сложнее. Вы понимаете, конечно, я думал так, что если еще 2-3 дня продлится эта война, то военные действия обязательно перекинутся на территорию Азербайджана. Это значит, что мы уже, так сказать, перелом, да, как перелом, скажем, вы проигрываете, уже перелом наступает, и через 2-3 дня наши бы вошли в тире. А это почувствовали и сами азербайджанцы, я думаю. И поэтому, хотя и были внешние силы, которые принуждали к миру, да, тем не менее, они и почувствовали, а доказательством этих моих слов является то, что министр обороны Степан Акерта, как Азербайджана, сообщил, что если армяне будут продолжать... Мы будем бомбить Степан Акерта. Для меня это означало следующее. Он боится атаки уже на территории Азербайджана. Да, конечно. Больше ничего другого. То есть здесь донотативный смысл, его приказ, угроза, а коннотативный смысл, скрытый смысл, в том, что он боится уже того, что... И для меня это совершенно было очевидно. Ну, потому что... Заграли низменные чувства. Честно, я вам честно скажу, понимая все это, я немножко сожалею, что мир был подписан, потому что, мне кажется, что еще 2-3 дня или неделю наших атак совершенно бы дало другую картину. Ну, наверное, наши специалисты... Здесь удобно нам об этом говорить. Да, конечно. Даже очень глубоко, правильно и так далее. Но специалисты лучше нас знают, сколько это требует средств, какие-то требуют жертв. Ну, мы элементарно можем понять, что Нагорный Карабах возвышается над всей этой равныни, такой крепостью, да, и занимая все стратегические высоты, мы контролируем то, что происходит внизу. А если мы пойдем вперед, то, соответственно, будем с ними, опять же, вот на том же самом, а на одном уровне, где разговаривать с ним будет гораздо сложнее. Ну, и помимо всего прочего, главная задача наших командиров, руководства и Нагорного Карабаха, и Армении было в том, чтобы как можно меньше жертв монести в этой войне. Поэтому это и было решено. Скажите, пожалуйста, вот еще многие... Я извиняюсь, Дима, можно мы уйдем на рекламу, а потом вернемся? Ладно. Да, вернемся и продолжим беседу с профессором, членом правления Ассоциации политологов Армении Генрихом Григоряным. Видите, как сегодня разговор интересно пошел. Если мы вчера говорили скорее о национальной ментальности, то сегодня мы говорим о философской ментальности, что тоже очень-очень важно. Каждый день приносит нам новые какие-то знания, новые аспекты. Другие грани этой проблемы. Доброе утро. Спасибо всем тем людям, которые нас слушают, и спасибо тем гостям, которые к нам приходят, чтобы нам все это интересно рассказать. Реклама на радио Иван. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, дорогие друзья, вот мы тут заговорили о футболе. Вот оказалось, что Генрих Григорян, как и большинство армян, сегодня болеет за Боруссию. Итак, почему болеете за Боруссию? Потому что играющий Генрих Махитарян выступает в данном случае как символ идентификации нашей нации. То есть через него мы идентифицируем себя с успехами на мировой арене, к которой мы знаем внутри себя, что мы достойны этого. Но когда кто-то конкретно это реализует, будь то футболист, ученый, я не знаю, физик. Музыкант. Да, музыкант. Для нас это механизм идентификации. Поэтому армяне всех, кого надо, называют это армянин. Это армянин. Почему? Потому что они понимают, что мы можем это сделать. Мы можем быть в передовых рядах армянской еды. И когда мы получаем такую материализацию... Доказательство. Это есть доказательство. Так сказать, имплементацию, скажем так, научным языком, то для нас Генрих Махитарян это символ нашей нации, идентифицирующей мое я. Я понимаю, что я, я как армянин, через него получаю вот то самое признание мировое, на которое наша нация достойна в гораздо больших масштабах, чем то, что сегодня есть. И все-таки индивидуальность. А вот вписывается ли Генрих в немецкий общий дух? Нет, конечно. Нет. Конечно, немцы достойны подражания. В этом смысле уже. В этом плане армяне самые благодарные кинозрители. Они смотрят все фильмы до самого конца, пока титры все не пройдут, чтобы посмотреть, сколько армянских фамилий будет. Да, да. В годы моей юности, я уже человек в возрасте, я помню, в Тбилиси мы ходили, кинотеатр был и с они у нас. Как только армянские фамилии в зал весь начинал. Аплодисменты. Это мы тоже застали. Я в этом плане не совсем правильный, наверное, армянин, потому что сегодня я буду болеть за Ливерпург. Ну, это понятно. Твоя проблема больная. Эго-центральная там какая-то точка. Нет, просто я преданно чему-то, если это мое. А я с 94-го года болею за Ливерпург. Уходя из футбольной темы и, скажем так, темы знаменитых армян. Да, вот скажите, пожалуйста. Уходите, секунду, можно я расскажу? Я уже с той части передачи уже хочу задать. Можно я расскажу? Нет, я вопрос не задаю. Я доскажу свою мысль до конца. Но очень интересная в этом смысле была фраза Шарля Азнаура, великого сына армянского народа, которую однажды спросили, каково вам вот находиться на родине, жить в Ереване, там, отмечать свои дни рождения. Он сказал, слушайте, очень трудно. Очень трудно. Это не человечески трудно. Ему говорят, как, почему, с чем это связано? Говорят, как, почему. Выходишь в Ереван погулять, а вокруг ходят миллионы Шарля Азнауров. А вот теперь можешь задать свой вопрос. Академик. Так вот, очень многие западные политологи, российские в том числе, вот считают, какой видят выход из... И российские в том числе видят выход из этой ситуации в том, что, говорят, просто надо заморозить этот конфликт, потому что и та, и другая сторона считают, что они правы и ничего с этим не сделать. Должно пройти несколько поколений, и они постепенно притрутся друг к другу. Как вы думаете, это возможно? Ну, я вам должен предельно сказать, что надо иметь в виду, что Азербайджан и Армения это на мировой, так сказать, цены маленькие игроки, которые находятся под сильным влиянием более крупных акулов, да, политического, да, с точки зрения, так сказать, мощных государств и политических субъектов. Там, где большие акулы, маленькие рыбки, они полностью зависят от их поведения. И в данном случае, когда вот в последних передачах многие российские, вот действительно специалисты говорят о том, что вот след Пурции здесь виден, командует и так далее, то это говорит о том, что вот большие государства, конечно, оказывают безусловное влияние на процессы, связанные именно с Армяном. Армяно-Азербайджанский конфликт это не только локальный конфликт, это конфликт, который отражает интересы глобальные многих участников, в том числе Соединенных Штатов. На последней передаче из Москвы там было твердо сказано, что вы не задаетесь вопросом, почему Соединенные Штаты Америки построили самое большое посольство почти что в мире, чуть ли не в Европе, в Ереване. что они там делают, полторы тысячи работников и так далее, и так далее. Вот это все вызывает, конечно, интерес естественный, и даже, сколько бы ни говорили о теории компромиссов, плохо или хорошо, вызывает подозрение, чем объясняется такой интерес Армении, допустим, для Соединенных Штатов. Там геополитический интерес, а он, конечно, есть. Ну, конечно, под носом у Ирана находясь. Есть такой же интерес у Ирана, есть такой же интерес у Турции, есть такой же интерес у России, нашего, так сказать, преданного друга, и есть такой же интерес у всех других. Значит, получается, что дальнейшая судьба армяно-азербайджанского конфликта зависит от конфигурации интересов больших вот этих самых акул. Здесь мы, с одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что Армения не в одиночестве, а одна группа интересов начинает противоречить другая, другой, одна пытается надавить, другая защитить, и в этом смысле вот этот конфликт, то, что он стал международным, я считаю, что это в нашу пользу, в том смысле, что он получил международное значение, что весь мир знает теперь, что такое Армения, как она умеет бороться, как она умеет сопротивляться, насколько силен ее боевой дух, настолько она не боится вот этих внезапных близкригов, и насколько она может дать ответ, хотя не имеет, имеет очень слабую экономику, да, и не имеет, как вам сказать, имеет очень шаткий социальный порядок, не может решить проблему социального порядка, насколько мы интеллектуально развиты, как единицы, насколько мы интеллектуально развиты, как личности, настолько наш социальный порядок в обратном смысле отсталый, понимаете? обратно пропорционально силе нашего отдельного человека, отдельного героя, понимаете, если бы социальный порядок был бы такой, хотя бы приближался бы, скажем, германскому или швейцарскому, лучшей страны, чем Армения, в мире бы не было, во всем параметрам. Вот над этим надо работать. Просто они приводят в пример, например, греко-турецкий конфликт, да, вот киперский, которому уже 40 лет, и вот, действительно, вот эта заморозка конфликта принесла свои плоды. Через 40 лет они уже сами собой постепенно что-то там вот договорились. Англичане говорят why not? Ну и что, это не лучше, чем когда нас резали в 15-м году в геноциде, когда у нас не было государства, не было организованной армии, не было голоса, который бы протестовал. Международная, не было интернета и средств коммуникации, которые быстро бы разносили. Это все работает на то, чтобы этот геноцид 15-го года не повторился. Вот я уверен, что если в 15-м году был бы интернет, геноцид был бы очень усложженным делом, потому что информация быстрее бы оборачивалась, чем в то время, медленное время, пока напишут письма и так далее, они свое черное дело сделали. Сейчас Армении не грозит эта опасность. Не грозит. Потому что, во-первых, информация быстро, молниеносно развивается, да, слава Богу, не грозит эта опасность, потому что конфликт стал международно значимым, да, в том смысле, что международная общественность его контролирует. Контролирует его и со стороны НАТО, и со стороны европейских организаций и так далее, и так далее. Кроме того, самый большой игрок здесь, конечно, Россия, которая непосредственно, которая понимает, что после развала Советского Союза, я это говорил в своем время выступления в Москве, и там присутствовал Путин. Я говорил это в 2004 году на первом форуме интеллигенции стран СНГ, на пленарном заседании. Я тогда сказал, что то, что мы называем постсоветским пространством, это то самое святое место, которое пусто не бывает. И те, кто пытаются переформатировать вот это самое пространство, они все направлены на то, чтобы создать какие-то союзы, которые в любом случае будут подрывать российское влияние и российскую значимость на этой территории постсоветского пространства. Поэтому совершенно очевидно, что этот конфликт, он, конечно, в первую очередь должен контролироваться, регулироваться и, как вам сказать, и даже замораживаться со стороны красовой России. И поэтому Россия, наверное, внимательно следит за тем, кто хочет разгореть и не дает, насколько ей удается, не дает возможности. Мы надеемся. Вы знаете, вот недавно совсем в своем выступлении в парламенте оппозиционный Ран Багратян, сейчас оппозиционный, сказал такую вещь. И, в принципе, с ним очень многие согласны и говорили и до этого тоже. Армении необходимо оружие, причем ядерное. и почему бы нам его не создать? Почему бы нам надо этим не работать, чтобы быть абсолютно ни от кого независимым и не ждать, пока кто-то как-то повернет свой геополитический интерес? А элементарно, чтобы просто тупо боялись. Ну, во-первых, вы не знаете, какие оружия у нас есть. Я доверяю Аркадию Тер-Татахусяну, нашему командосу, который сказал, у нас есть оружие, которое турки не знают. Противники не знают. А может, надо, чтобы знали? не важно, чтобы это было ядерное или, может быть, аналогичное оружие страшной силы, да? Понимаете? Сегодня лазерные виды есть какие-то, углубленные, которые гораздо страшнее, может быть. Это хорошая идея, иметь такое оружие, о котором бы противник догадывался. Я думаю, что армяне, ведь и любят ванские армяне, нет? Помните, 40 дней Муссолера, когда все уже погибли, голод уже начался, умирают, уже люди начали умирать, но все равно последние три шоколадки одна прятала до конца, понимаете? За пазухой у нее всегда есть запасы, потому что вансы очень рациональный народ, ведь. Я просто, извини, Гур, я хочу сказать, за пазухой у нас что-то должно быть, даже сейчас. Обязательно. Даже сейчас оно есть, я думаю, но Аркадий Терркат, который сегодня об этом сказал, я об этом догадывался. Ну, а вот этот политолог, то есть ту сторону, который представляет Джемаль, он утверждает, что Армении есть ядерное оружие. Я это тоже слышал от Джемаля, от некоторого друга, но это сейчас, понимаете, это нельзя, потому что это не за... То есть по правилам международного права, это не имеешь права. В свое время, когда собирался большой форум Армения-2020, это начало двухказчных, помнишь, написали слово. Наш любимый Робса Агянс, Царство Ему Небесное, тоже был приглашен на это мероприятие. Я говорю историю, которую мне рассказали люди, которые там присутствовали. Так вот, Роб, которого пригласили человек, который должен был отвечать за культуру, вот в этом... За мультипликацию. За мультипликацию, Он сказал следующее, попросил слово и сказал, и с требованием занести протокол. Он сказал, что у Армении должно быть две атомные бомбы, одну из которых тут же надо... Одну из которых сразу надо ударить по Турции, а вторую держать, чтобы знали, что у нас еще одна есть. Вот пока мы тут говорим о ядерном оружии, пока у нас в гостях Генрих Григорян, с которым мы говорим о философии тех и иных, азербайджанский народ пишет оды главнокомандующему. Ну, это важно очень. Цитирую. Радуйся, эй, родная земля, радуйся, эй, мать родина, твой сын одержал победу, осрамлен наш лютый враг, пусть улыбнется мой Карабах, мой родной Азербайджан, да здравствует ты, моя слава, моя честь, мой верховный главнокомандующий. Вот так. Там уже такие большие картины не появились в кабинете. Ты смотри, вот за все это время, которое за эти четыре дня, за время конфликта, если отследить за тем, что происходило на нашем информационном поле, Сарксян присутствовал только в моментах, когда он делал какие-то заявления. С добровольцами, с войной, никак это не связано. Это все народ, народный дух, народ пошел, люди объединились и пошли. Вот это вот идолопоклонничество, которое есть, культ личности, который есть в этих странах, и сейчас я не говорю не только об Азербайджане, а то же самое в Турции происходит с его, с Эрдоганом, да, и в других мусульманских странах. Ну, не только, в Северной Корее не мусульман. Если у вас была специальная программа по идолопоклонничеству, я бы вам прочел очень интересную лекцию по философской антропологии. Как-нибудь мы к этому, наверное, вернемся. Я вам должен сказать, что вот эти стихи, которые, нет, я бы хотел обратить внимание, которую Голубов прочел стихи, посвященные, это лучшее доказательство отсталости духовного развития Азербайджана, примитивности, идолопоклонничества в этих стихах. Это вот рабство, раб-хозяин-версия. Дело в том, что идолопоклонничество, все народы прошли, все, все первобытные племена проходили какие-то этапы до развития цивилизации, культуры и так далее, и так далее. Вот они проходят какие-то этапы развития. Одни народы застряли на 13 веке, другие. То, что сегодня 21 век, не значит, что все на самом деле в 21 веке. Ментальность людей отстает. Здесь пещерные люди, понимаете, пещерные. Ну да, люди, которые взрывают по миру, они не могут быть пещерными. У них сознание людей, которые, причем не все, жили в 12 веке или в 11 веке. И это идолопоклонничество, стремление сделать от Ильхама, который не блещет, явно не блещет интеллектом, несмотря на свой хороший английский. Понимаете, это все говорит о том, что вот в ментальности национальной появляются такие позорные стихи. Между прочим, в советское время то же самое делали, но это делала пропаганда. Например, в учебнике грамматики по русскому языку как пропаганда делалась, как Сталин сакрализовывался, скажем так, да, сакрализовывался, да, я не нарушаю правила грамматики русского языка. Да, значит, что он делал? Смотрите, стихотворение, я прошу внимательное слово. Я маленькая девочка, танцую и пою, я Сталина не видела, но я его люблю. Отлично. Это из Библии украдено. во-первых, плагиат из ГЭС. Это сильно. Посмотрите, как работает пропаганда. Теперь посмотрите, что делает Алиевское стихотворение. Это же, это же что? Ты наш бог. Фактически, если от донотативного, то есть прямого смысла переходить к коннотативному, то есть скрытому смыслу, это означает коротко, ты наш бог. Ну, так и есть. Понимаете? Да. Примитивно я. Не, но это, я просто знаю, что это делается на уровне, опять-таки, пропаганды, но примитивной пропаганды, потому что по большому счету... Бараней. Бараней пропаганды. Я знаю очень много людей, которые недовольны абсолютно тем, как они сейчас живут в Азербайджане. Я слышал об этом, я просто... Я вам скажу, там есть очень хорошая интеллигенция, но она в офсайте. Там есть люди высокоинтеллектуальные, есть прекрасные певицы там, например, я не знаю, вы слышали там хорошие голоса. Я был знаком в ААЗ-АДе, это великолепный джазист. То есть там есть продвинутые личности, но я говорю не об отдельных личностях, а я говорю об общем массовом создании, которое пещерное. Да, пещерное. А так отдельные представители культуры есть и достаточно... Кстати, про представителей культуры Акраму Айлисли, ну это известный писатель азербайджанский, которого арестовали, когда он хотел вылететь из страны. Выдвинули обвинение в хулиганстве. Пожалуйста. Человеку 78 лет, представьте себе, его обвинили в хулиганстве. Вот это почерк. Ай, хулиган! Правящей власти невыгодна эта интеллигенция. Нет, они слишком много... Они нарушают баланс. Они слишком понимают. Им выгодно баран. Барани... В Тбилиси, в одно время, была вывозка. Продаются барани ум. Мозги, да? Я, кстати, не дала. Им выгодно, им выгодно, чтобы эти бараны писали вот такие стихотворения, сознательные, бессознательные, не знаю, может быть, в порыве чувств, понимаете? В порыве чувств он написал вот это. Сознательно-бессознательно. Да. На днях я увидел интересный такой пост, на котором было нарисовано огромное стадо баранов, и снизу подпись. Почему вы нас все время обижаете, называя азербайджанцем? Вы знаете народ, который не прошел эпоху Ренессанса? А эпоха Ренессанса это переход от, опять-таки, общего абстрактного духа к индивидуализму, к индивидуальному расцвету. То есть, когда Бог не где-то там, в середине, а Бог во мне. То есть, я сам ответственный за свои действия. Я как личность, то есть, я становлюсь личной. Ренессанс это превращение раба, скажем, вот вы посмотрите Матэна Дарани, обратите внимание, ни один автор свое имя не пишет на книге. А если пишет тысячу раз раб Божий и так далее, извиняется и так далее, имя свое выпячивает вперед, я говорит о себе, я, а Ренессанс совершенно противоположная сторона, потому что Ренессанс в обществе усиливает не целое общество как целое, механически, а усиливает индивидуальность. Вот нация, которая не прошла индивидуальность, она находится на феодально таком патриархальном первобытно общинном что ли уровне рефлексии. Рефлексии нет, понимаете, все, что скажет Бог, все. Я был в десятом классе, это было лет сколько назад, господи, 50 лет тому назад, когда мой отец поехал к своему другу в районе Баку, под Баку, были у него, он большой был, в то время этот самый, он Кэмпбелл, у него был, он был тот директор фабрики какой-то, трикотажный и так далее, где работало очень много людей. И мое первое впечатление об Азербайджане было тогда, когда мы вошли в этот, и там работницы сидели и за этим, и они все встали на колени. Опа. Там человек 100, наверное, был работниц. То есть директор зашел. Директор зашел, они встали на колени. Я обалдел. То есть десятиклассник, ну, зеленый, это что такое? Ну, тут я заметил, что несколько человек с места не сдвинулись. Это были армяне. Они остались сидеть, работницы. Остальные стали, начальник бог, ты понимаете? Вы понимаете? Такое бывает даже вот в современной Италии, когда заходит директор и офис встает и начинает аплодировать. Ну, это может такое... Это, может, это конвенциональное уважение. Застать на колени. Ну, а тогда перебор, конечно. Вы понимаете? Перебор. Перебор. Я вот хочу... Гитарный перебор. Причем директор был армянином директор. Я захожу в студию, чтобы ты встал. А когда заходят... Я буду хайли. Мы все втроем падаем нить просто. Были так. А когда заходят шашатик, мы все падаем нить. Ну, у меня были хорошие друзья азербайджанцы. В Аспиранские годы я дружил с них. А вы сейчас с ними продолжаете общаться? Только во время вот этих... Выездных каких-то... В форумах интеллигенции стран СНГ трижды я, так сказать, пикировался с бульбулолы. Ага. И он подходил... но он же тоже был когда-то адекватным человеком. Он, слушай, знаешь, на самом деле он, по-моему, и сейчас адекватный человек. Просто из-за того, что он находится на своем посту и должен продвигать политику своей стороны, потому что... можно же молчать хотя бы. Нет, можно уйти. Нет, не может он молчать, если к нему обращаются. Погуляют посол. Да, он должен или уйти с этого поста и тогда вести себя как нормально адекватный человек, или же вынужден делать то, что он делает. Просто, когда он делает это еще и глупо, вот это получается смешно. Потому что в тот же момент, когда вся азербайджанская пропаганда говорит о том, что армяне начали провоцировать нас и они начали эту войну, на серебряном дождем выступает и говорит, президент обещал, что военным путем решит конфликт и вот решает, ну, какие-то такие моменты были. После третьего пикирования с ним, первое было в Москве в 2006 году, второе было, я уже не помню, а третье было в Киеве. Опять, он выступал, армянская сторона, потом выступал я. Он подошел ко мне раз в восемь. Мы должны дружить, интеллигенция, стран Армении, вы же умный народ, он говорит. Зачем это вам нужно? Заметил. Труба, труба, труба бы пролетала, проходила бы через вашу территорию, почему она через Грузию идет? Вот вы же рациональный и так далее. Он начал мне говорить, что мы очень иррациональны в том, что защищаем. Ну, потому что опять идет измерение деньгами. Да, да, да. Вопрос не духа, не самоидентификации, не национальной принадлежности и принадлежности к земле, а денег. Деньги. Это вот рыночная философия человека продать. Не надо про Азербайджан только деньги. Высокоинтеллектуальные люди там продолжают писать еще одно стихотворение, еще одна ода, посвященная главному команду. Что ты? Вперед, мой храбрый лев. Стоит позади нас, выше самой высокой горы. Верховный главнокомандующий. Слушайте, сейчас можно делать даже вот такие ребусы, да? Давать азербайджанский и северокорейский и угадать, чьи-то где. Офигеть. Ну, это реально вот люди же пишут. Африку возьму. Там тоже много таких стихотворений. Ну, если бы я умел по-азербайджански читать. Знаешь, в Африке национально, если я как-то получилось так, мне попалась книжка на сказке народа в Африке. На Суахиле? Нет, на русском, слава богу. Так вот, более креативного населения в мире не существует. Потому что сказка, например, один заголовок я запомнил на всю жизнь. Как богомол создал луну и буйвола. Вот видишь. Нет, луну и антилопу. То есть у них богомол создавал луну и антилопу. Ты мадагаскарский не считал? Их ментальность находится на уровне, который характеризуется мифопоэтически. Первоначальная ментальность была не логика аналитическая, а была мифопоэтическая. Она и сейчас сохраняется у поэтов и так далее. Они через это выражают свои идеи и так далее. Эмоции, да. Эмоции у поэтов, например, да? У поэтов. И поэтому не случайно, что великий философ Хайдегер говорит о том, что, например, поэт Гёльдерлин постиг сущность бытия глубже, чем философ Гегель. Ну что ж, большое спасибо Генриху Григоряну за такой замечательный интересный разговор. Спасибо. Вот. Я хочу просто сказать господину Григоряну о том, что у нас есть, бывает ночи пятничные, когда мы приглашаем гостя в 12 часов и вот долго с ним говорим. До двух, до трех часов ночи. Так что, в одну прекрасную ночь ждите приглашения. С удовольствием послушаем ваши идеи по поводу вот того, о чем мы сегодня не поговорили. И в частности и далопоклонничество. да, это очень интересно. Можно сделать вообще отдельную передачу, углубленную. Курс. Курс передачи. Курс и допоклонничество. Спасибо, мне нравятся ваши атаки. Я люблю. Я студентов всегда провоцирую на атаки вопросами. Теперь я увидел это. Это приятно. Мы просто нормальные журналисты, задающие вопросы. Это хорошо. Ну что ж, Спасибо огромное. Профессор, член управления Ассоциации политологов Армении Генрих Григорян. И мы еще раз поздравляем всех женщин с 7 апреля. Еще раз желаем им счастья, удачи, успехов, любви, радостей. Ну и чтобы не было никогда слез. Доброе утро. Мы с вами... Доброе утро.